Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Выиграли 9 медалей золота у Ильи Штоколова. Он финишировал первым в кануе-одиночке на дистанции 500 метров. Михаил Павлов шел две дистанции на кануе-двойке и привез две медали серебро на дистанции 500 и бронзу на 1000 метров. Успешно выступила и женская сборная Кристина Полежай на байдарке. Дважды финишировала третий на дистанциях 200 и 500 метров. Олеся Никифорова завоевала бронзу, выступая в кануе-двойке на полкилометра. Самарский шпажист Павел Сухов стал чемпионом Европы по фехтованию. В Тбилиси-Грузии сборная России победила Польшу 31-25, Швейцарию 45-34, Германию 41-30. В финале команду Сухова ждали украинские соперники. Решающий бой провел самарский спортсмен. Первый поединок Павел выиграл со счетом 5-2. Вышел он добывать победу и в заключительной схватке, которая закончилась в пользу России в один укол. Сборная страны по шпаге впервые в истории выиграла золото командного турнира чемпионата Европы. Раненый высшим результатом было третье место. Не подкачали на чемпионате Европы и ветераны дзюдо. В Загребе, Хорватии выступали самарцы Сергей Мордвинов серебро в весовой категории до 81 килограмма и Рамиль Гельмендинов до 66. Золотая медаль. Помимо личных встреч дзюдоисты боролись в командном чемпионате и заняли второе место. В финале уступили Азербайджану. В сентябре Мордвинова и Гельмендинова в Италии ждет чемпионат мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.